На видеосвязи с регионами Владимир Путин подчеркнул, особое внимание нужно уделять тем, кто потерял жилье. Зима уже заявила о себе на Дальнем Востоке. Вот и в Приморье прошли первые заморозки. Жителям Хасанского района, пригорода Владивостока, другим попавшим в паводок территориям восполнят потери на подворьях. Причем чиновники, по мнению главы государства, не должны ждать обращения людей, а должны сами приходить в дома и предлагать помощь, в первую очередь пенсионерам и семьям с детьми. Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону о выплатах. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться, пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с чертовостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, самим своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать. Губернатор Приморья Олег Кожемяка на селекторном с президентом подчеркнул, что серьезный ущерб нанесен сельхозугодием, в том числе незастрахованным. Площадь пострадавших от наводнения посевов в крае составила 14,5 тысяч гектаров. Приморье просит 370 миллионов рублей для поддержки сельхозпроизводителей. Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей, 75 процентов из которых не застраховали свои посевы. Вот сейчас изложили то, что вам нужно, но официально не обращались в федеральные органы власти за поддержку. Да, в установленном порядке мы в течение до 23 числа, мы все документы у нас срок 28-го, мы переставим. Не затягивайте. Глава Приморья говорил и о компенсации 50 процентов от затраченных аграриями средств для подготовки к грядущим весеннеполевым работам с условием страховки 100 процентов урожая. А еще Приморью необходимы финансовые ресурсы на восстановление дорог и мостов в сумме 207 миллионов рублей. Незастрахованный урожай – это общераспространенная ситуация. Об этом сказал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он поддержал просьбу губернатора Приморья компенсировать ущерб из средств резервного фонда. Путин заявил, что правительство рассмотрит возможность помощи потерявшим урожай. Напомним, общий ущерб Приморья от паводка составил полтора миллиарда рублей. В 17 муниципальных образованиях произошло подтопление 47 населенных пунктов, затопило 1300 домов, 7300 приусадебных участков и 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тысяч человек, из них 2000 детей. Ситуация после четырех тайфунов могла быть и хуже, но помогли 183 миллиона рублей, выделенные из краевого бюджета и вложенные осенью и зимой в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублений. В 2018 году при гораздо меньших осадках ущерб составил более 2,5 миллиардов рублей, в половину больше. Олег Кожемяка предложил продолжить практику и в нынешнем году на условиях софинансирования выделить Приморскому краю на расчистку русел еще 240 миллионов рублей, а также внести изменения в федеральное законодательство, предоставив полномочия по дноуглублению и расчистке русел рек муниципальным образованием. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.